Не останавливайся, Игорь. Это последнее. Польше, что тридцать больше не могу. Значит, через не могу. Номер не отвечает. Оставьте сообщение на ответчик. Ну как? Прилично. В четверг сделаешь лучше. Тебе там обзвонились уже. Спасибо. Наташа! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну вы что себе позволяете? Вы так взятите и разбудите. Все. Тише, тише, тихий час. Все в порядке. Рассказывайте. Сам момент не видела. Говорят, это случилось, когда она заплетала Серафиму. Колготочки еще вон там не забудьте. Я подошла уже, когда папа Анжилу скорую вызвал. А что она сказала, когда пришла в себя? Что все в порядке, такое уже было. Скорой сказали, в какую больницу повезет? Нет. Подождите тихонечко, я сейчас ее позову. Папа! Привет. Домой поедем? А где мама? Дозвонила справочная. В 34-ю больницу отвезли. В приемном покое сейчас. Состояние стабильное. А чего на телефон не отвечает? Ну я-то откуда знаю. Ты за сколько доедешь? Я еще на работу заеду. Ты че, издеваешься? Нина Александровна, давайте только без паники. В прошлый раз было то же самое. Анемия, обмороки, пониженное железо или что там у нее было? Бананы еще возьми. Ага. Ты уверен, что она беременна? А какие могут быть варианты? Ладно, что у Лизы, что там, репетитор, танцы, что все? У меня танцы. Танцы у тебя завтра. Лиза придет со школы, сама все расскажет. Как только что-то выясню, я позвоню. Хорошо? Хорошо. Здорово. Че, как тренировка? Нормально. Слушай, Наташка в больнице. Подготовишь мою часть? А че случилось? Надеюсь, с третьего раза получится пацан. Да ладно. Поздравлям, ба. Ну че, расскажи, вы как, планировали или так киндосупис? Типа того. Сведи всего один файл и подготовь презентацию, чтоб не ложануться, как в прошлый раз. Давай вали уже. Документы я оставил. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. К вам Наталья Семенова поступала? Семенова не поступала. А вы посмотрите, Наталья Семенова. Они, Семенова и Семенова. Это гинекология? Да. В приемном сказали, что она тут. Я вам говорю, что нет. Простите, это второе терапевтическое отделение? Петажом выше. А Семенова у вас есть? Нет. Нет, Семенова к нам не поступала. А слушайте, ну что за ерунда? Как человек может потеряться в больнице? Я вам еще раз говорю, такой у нас нет. Светочка, дружочек, подскажи-ка, пожалуйста, Семенова Наталья Аркадьевна поступала к вам? Поняла вас. Сейчас к вам спустятся. Спасибо. Послушайте, ей 40 лет. У вас бардак в больнице. Молодой человек. Это совершенно другая Семенова. Послушай меня. Я понимаю, что у вас правила и что нельзя. Да, я просто схожу и посмотрю. И пойду искать дальше. Это другая Семенова. Руки убери. Парень. Руки убери. Что теперь делать? Будем делать скрытие. Устанавливать точную причину смерти. Потом в день похорон заберете тело. Спасибо. Папа, ты почему не у бабушки? Не поехала. Собирайся, сейчас отвезу. Что с мамой? А что бабушка сказала? Больница. У нее рак, да? А что она еще сказала? Ничего, только плакала. Лиза. Не тупи, скажи, да? У нее не рак. Папа, ты делаешь только хуже и меня пугаешь. Я думал, бабушка все рассказала. Папа. Папа. Выпил бы, хоть как-то легче было бы. Я не пью, у меня режим перед гонкой. Какая уж тут гонка. На кладбище надо памятник заказать. Девочек, оставишь у нас еще? Вот уже и девятый день. Говорят, на сороковой легче будет. Поеду. Ну, я поеду. Сейчас с делами разберусь и сразу детей заберу. Куда? Домой. Игорь, ну ты ведь не будешь отрицать, что девочкам здесь будет лучше? В школу, в садик я их отвезу. И няня обещала помочь. Ну, сейчас у вас отпуск закончится, и я их заберу. Я заявление написала об уходе. Зачем? Чтоб о девочках заботиться. А почему вы со мной это не обсудили? Почему я должна с тобой это обсуждать? Потому что я их отец. Игорь, тебя дома не бывает. А теперь еще твоя гонка. Разберемся. Но у них кружки, у них секции. У Лизы репетитор. Кто всем этим заниматься будет? Я? Тебя хватит только на неделю. Это тебе не с горки на горку прыгать. Ты вообще с чего взял, что это твои девочки? У них может вообще другой отец. Сим, собирайся, мы едем домой. Папа, я не хочу. Собирайся, бабушка устала. Мы едем домой. Давай руку сюда. Давай вторую. Оп, поехали. Лиза, собирайся. Я никуда не поеду. Я сказал, встала и пошла! Папа, я есть хочу. Кашу будешь? Нет. Сима, сними туфли и немедленно обудь тапки. Сними туфли и обудь тапки немедленно. Я не знаю, где мои тапки. Ей нельзя ходить босиком. Я не знаю, где ее тапки. В сумке. Так может, ты обуешь ее и притешешь наконец? Нет, я опаздываю. Кашу будешь? Каша для детей. Сима, каша готова. Возвращайся. Все не так просто. Она обиделась, сидит в шкафу и раньше, чем через полчаса ты ее не вытащишь. Ну, так может, ты мне поможешь? А я уже должна быть в школе. Пап, мне больно. А ты потерпи чуть-чуть. Так, ну-ка, развернись. Ага. Молодец. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас нарядных платья ходят только по праздникам. Традио не знает, что вы, Серафима? Пока. Пока. Форму для хореографии взяли? Нет. Бабушка сможет подвезти? Нет. А няня? Она после похорон трубку не берет. Угу. А во сколько сможете забрать? Смогу в шесть. Это очень поздно. А во сколько надо? В четыре часа, как всегда. Понятно. Знаете, у меня есть одна очень хорошая женщина с опытом. Она из Донбасса. Садик ее, к сожалению, не берут. Скажете, от меня. Доброе утро. Прошу прощения за опоздание. Приветствую. Отлично. Тогда начнем. Я так понимаю, вы остановились вот на этом проекте. Я что-то пропустил? Вы остановились на предыдущем решении. Это вообще не наш бизнес-центр. Это бизнес-центр «Кристалл». Мы с вами обсуждали его на прошлой встрече. Наш бизнес-центр называется «Радуга». Радуга. Всего доброго. Проводил? До машины. Угу. Не вернуться. Вернуться. Ты им про Наташку рассказал? Ну, а что мне и было говорить? На сорок минут опоздал. А что у нас сегодня? В три и общее совещание. В три я не могу, отменяй. В смысле отменяй? Там все фрилансеры соберутся. Ребята с регионов. Онлайн. Не могу. Мы три месяца планировали. Мне мелкую надо забрать. Я не могу. На бабушке. Долгая история. Точно отменяем? Точно отменяем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где Сима? В шкафу твоя Сима. И больше я ее забирать не буду. Понятно. Сима! Я Мишек купил цветных. Классные я не буду. А тут зеленые есть. А желтые? А тут даже синие есть. Синих не бывает. А ты вылезай, проверим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На меня дураком, но она права. Она сама дула. Пойдем я ей об этом скажем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, будь здоров, обнимаю. Доброе утро. Доброе утро. Папа, привет. Телефон мой видел? А как вам удалось ее так запрести? Я бывший инженер. И на четвертый день, наконец, поняла эту технологическую схему. Беги, одевайся. У нее вечером английский. Мы искали учебники и нашли в пенале с фломастерами красный телефон. Я его положила на столе в кухне. А я вечером расскажу, что сказал логопед. Спасибо большое. И дверь закройте? О, извините. А что за телефон? Твою мать. Я все слышу. Мне нужны новые кроссовки. Значит, будут. Лиза, что за телефон? Это мамин рабочий телефон. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok